Итак, поехали! Всех приветствую! Сегодня разбор в прямом эфире. Это Марина, девушка с юга у нас страны России. Игра-практик, красивая, счастливая, дерзкая. И она хочет понять, что же ей стоит выбрать – мужчину или деньги. Марина, поделись, откуда у тебя взялся такой вопрос и что конкретно ты хочешь узнать. Потому что можем долгим путем пойти, можем коротким, как удобно. Меня зовут Марина, я с города Пятигорска. Мне 45 лет, у меня двое детей. Дочери 19, сыну 14 лет. 8 лет назад умер мой муж, и моя мама сказала такую интересную фразу. Ну всё, теперь ты должна заниматься только детьми. И вот когда ты их всех распределишь по местам, вырастешь, только тогда ты сможешь заниматься своей личной жизнью. И я какой-то период даже думала так, что, в принципе, теперь моя задача – только заниматься детьми. Ну, хватило мне ненадолго, потому что мой темперамент вырывался наружу, и мне хотелось, конечно, внимания, заботы. Но в то время у меня было очень много комплексов. У меня был большой список прописан, что мне нужно в себе изменить, где прооперировать, где колоть, где не знаю что. Тут я начала заниматься всякими практиками женскими, проходить ретриты. Ну и решила, что ничего я менять в себе не буду. Начала любить себя такой, какая есть. За это время я находила мужчин, как я всегда говорю, безопасных. Это были мужчины или женатые, или молодые, то есть те мужчины, которые не могли дать мне, то есть не могли предложить мне, скажем так, семейные отношения. Потому что в моей голове установка была, что как же я приведу чужого мужчину в свою семью, это не отец моих детей. То есть как это будет выглядеть, как это я преподнесу своим родственникам. То есть, ну, в общем, много, куча всей гадости, скажем так, в голове. И потом я себя стала ловить на мысли, что вот сейчас я закончу вот этот тренинг какой-нибудь, вот сейчас я закончу какое-нибудь наставничество, вот сейчас я достигну что-нибудь, да, вот сейчас мне не до этого. И тогда я уже займусь там в поисках мужчины для серьёзных, даже если пусть это не семейных, но серьёзных, скажем так, отношений. И постоянно так, сейчас, вот сейчас надо мне заработать ещё, сейчас мне нужно детей там в лагерь отправить, в институт устроить, и только потом я буду заниматься этим. И уже, получается, лет пять эта задача у меня уходит на второй план. И благодаря тебе, когда мы встретились с тобой на ретрите, и ты мне сказала, что не лопнут ли у тебя, не порвутся ли у тебя штанишки делать всё самой, помнишь, когда мы с тобой разговаривали про Лексус, то, что я говорю, да, я, в принципе, и сама могу там заработать, я его купить, я знаю, что он у меня будет, если я этого захочу, и я умею и могу достигнуть. И тут мне, знаешь, в голове что-то щёлкнуло. Почему, как бы, в моей голове, что это я должна достигать, да, почему я не могу позволить, чтобы мне всё дал это мужчина? И тогда я стала думать, и поэтому я вступила в твою группу, в твоё наставничество пошла, потому что изначально я рассматривала там наставников, чтобы бизнес свой прокатить, ещё что-то, ещё что-то, но не смотрела вообще отношения. То есть вообще меня это как будто не касалось. И ещё на ретрите Чермен тоже сказал очень интересную фразу, что за всеми нашими миллионами, да, и желаниями стоит одно – мы хотим всей любви. И тут я поняла, что действительно достигая чего-то, так как, скажем так, нет у меня любви, да, я пытаюсь чего-то достигать. В общем, так вот коротко. Ну да, чтобы доказать это, знаешь, если вот так копаться по поводу денег, да, я же не только про отношения, но и про деньги. А для чего тебе там это, там, крутая машина, ну, что ты хочешь, крутую машину, а зачем там, ну, хочу там, будешь, а зачем, а зачем, а зачем, а зачем? И в конце обычно доходим, что человек хочет, чтобы его любили, чтобы его признали. И я часто наблюдаю, вот смотрю, за практически любыми поступками людей стоит вот именно желание, чтобы ценили, любили, да, признательность. Там женщина, какой-то, говорит, муж себя ведёт так гадко. У меня там прямой эфир с включенной камерой, со звуком. Он берёт сзади меня, они в собственном доме живут, да, вот она сегодня вечером ко мне тоже придёт. Он стоит там, что-то шумит, гремит, что-то делает, какие-то там шкафы собирает. Вот, я говорю, так он хочет, чтобы ты на него внимание обратила и сказал, какой ты молодец, такой труженик, ты стараешься, и всё. И он уйдёт спокойно, вот, валите сказать, попроси, да, там, давай вот немножко, сейчас у меня эфир закончится, и ты будешь дальше, гремит, шумит. То есть все, абсолютно все хотят любви и признательности. И самые отпетые мошенники, и самые злюки-козлюки, почему становятся люди злюками-козлюками? Они хотят, чтобы их ценили, любили, и они это не получают. И почему получаются, например, феминистки, да, откуда они получаются? Феминистками же не рождаются? Нет. Ну да. А почему получаются феминистки? Потому что это обиженные женщины на мужчин. Они не получают внимания, да, и они там себя ведут вызывающе, выглядят вызывающе, с какими-то ракезами ещё. И они, как обиженные дети, да, говорят, нам не нужно. Женщина сама всё может решить. То есть это такая вот, как ребёнок его обиделся, да, и он берёт и кричит, там, да не надо мне ваше мороженое, да не хочу, я не хотел, и вообще ничего мне не надо, да. То есть обиженные. Вот. И то же самое. Те же феминистки – это женщины, которые не получили внимания долго-много, да, возможно, это там из семьи шло, да, там, и не знают, как, да, и сами себе не позволяют получать это внимание. И получается, что вот такие женщины, которые обижены, а виноваты мужчины, да, что она такая обиженная. Хотя все знают фразу «невозможно обидеть, можно только обидеться». Ага, поняла. И вот, да, вот ты вспомнила ту фразу, которую я тебе сказала на ретрите, потому что, да, женщины часто недооценивают то, что мужчина может быть одним из источников дохода, может быть кошельком. Я девушку одну консультировала, и я ей сказала, говорю, я так никому не говорила, но говорю, тебе скажу. Вот ты просто красивая, да, тебе важно быть в хорошем состоянии и музой быть для мужчины. У неё там двое детей, что ли, а муж был слабый. Говорит, тебе нужен сильный мужчина, и чтобы ты его, наоборот, вдохновляла, и тебе ничего делать не надо. Тебе просто нужно его вдохновлять, кайфовать, и всё. И, ну, только чтобы это богатый был, успешный мужчина. И всё, больше тебе вообще не надо думать. И женщины тоже идут достигаторство, бизнес. Для чего? То же самое. Чтобы, вот, есть огромное количество программ, и часть из них, они просто фундаментальные. И многие хотят вот именно заслужить любовь. Люди не понимают, что, вот как мама любит детей, безусловно, да, что каждый из нас достоин любви, безусловно. Сейчас говорю, мне прям мурашки по всему телу. Каждый из нас достоин, достоин, безусловно. И не важно, какой ты. И не важно, и не нужно никому доказывать. Ну, вот, например, наших родителей, к примеру, не научили, да, любить. Они по своему телу любили. И как наши родители могли, там, нас, ну, любили, как могли, да, там, кажется, что если ты там поела, оделась, значит, ты уже, ну, норм, всё с тобой хорошо, да. Вот. А если ты там не поел ещё что-то, значит, у тебя, ну, как бы, вот, любовь проявляет, как-то учится проявлять, ну, как кто может, да, это мы уже сейчас такие себя прокачиваем, да, мы там проявляем себя, да, и детям уже, ну, говорим девочкам, что они красивые, мальчикам, что они любимые, вот все, да, и уже по-другому. И наверняка у них что-то будет по-другому, но всё равно мы же это говорим со своей проекцией, да, из своей ситуации, из своей проекции. Вот. А, ну, а ты что бы ты выбрала? Мужчину, женщину, ой, женщину. Деньги или договор, что пойду? Ты там говорила, у тебя подруги есть, любимые? Ты знаешь, я вот долгое время думала, что деньги. Деньги, деньги, деньги. Я даже вот конкурировала с мужчинами, то есть, как бы, я вот смотрела и вот понимала, да, вот, что если он недостаточно в чём-то, в каких-то проявлениях своих, да, то есть, там, ум, там, статус или финансовое положение, всё, я начинала конкурировать, вот, как будто я вот мужчина, и я вот с ним меряюсь яйцами. И вот сейчас я понимаю, что мне это уже надоело. И даже вот буквально позавчера мне написал один друг, он, ну, ты же сильная, самодостаточная, вот сама что-то, вот и делай всё сама, вот что-то вот в таком плане, то есть, а я такая, в смысле, я же девочка, кто тебе такие глупости сказал? То есть, вот, получается, что я себя позиционирую так, и люди читают, что, ну, я же сама могу, всё, зачем для меня. Хотя я вот обращала внимание, я могу попросить у мужчин, чтобы они, у меня даже есть там один друг, который может на работе мне что-то отремонтировать, другой у меня, который может домой прийти, что-то отремонтировать, но попросить помощи какой-то вот, там, я не знаю, разрулить какие-то, просто у меня муж был, он решал все эти вопросы, и для меня это не было проблемой. Но это был муж, а получается, просить как-то чуших мужчин для меня это сложно. Вот, ну, сложно, что вот сказать там вот, ну, там, я хочу там новый телефон образно, и я могу его купить сама. То есть вот для меня получается, что это какая-то нечестность, что я же могу купить его сама. Зачем мне просить тогда его? Смотри, вот про деньги, если мы говорим энергообмен, это когда ты умеешь и давать, и брать. Вот тебе личное, индивидуальное задание каждый день, абсолютно любых людей, мужчин, кто угодно, но не слишком эксплуатировать близких, просить хотя бы 10 раз что-то за день. Вот что угодно, но просить каждый день. Веди себе в привычку с сегодняшнего дня, потом мне напишешь, ладно? Да, и причем я скажу, что если я начинала, я вот бывало, что я начинала просить, это у меня было таким приказным тоном. Вот такое, то есть видно, вот мне сложно это попросить из состояния женщины, да, то есть это уже шло там вот таким приказом каким-то таким. Ну, естественно, на приказ все сразу падали в агрессию, что это приказы такие. Это я, вчера, в своем телеграм-канале как раз записывала видео, как просить нужно. Многие как раз вот из состояния, то, что ты описала, да, из такой из обиженки, да, ты сама обижена, там, или мужа, или мужчина просят, а вот в Альке соседке-то муж купил телефон, а ты что мне, и, ну, конечно, на обиду, да, мужчина, там, партнер тоже реагирует, типа, а чё это я, да, то есть просить нужно из, вот как раз такие состояния, что у тебя это уже есть. Да, ты сама можешь купить телефон. Ну, классно же, если тебе кто-то купит и подарит, и я могу купить тебе, пойти и купить телефон. Там, самый крутой, ну, не какой-нибудь, я не знаю, ну, там, последний айфон, вот прям сейчас, да, там, или ещё что-то, или ещё что-то. И я тебя понимаю, потому что я сама была достигатором, у меня был бизнес-центр Москвы, агентство недвижимости, и меня часто подмывает даже сейчас. Вот мы собираемся в Испанию лететь, да, например, в август, август-сентябрь, и меня прям подмывает, и я уже мужу говорила, но он или сделал вид, что меня не услышал, я говорю, давай деньги, дам на билеты, там, или ещё что-то. Господи, успокойся уже, знаешь. Да, да. Мужчина – тоже источник дохода, и не стоит это отрицать, и это хорошо. И вот смотри, мир какой-то понимаешь, и мужчина, он всегда, ты всегда будешь права. Ты выискиваешь, что ты сильный, а мужчина слабый, ты будешь именно таких видеть мужчин. Ты говоришь, что мужчины сильные, классные, да, тебе будут такие попадаться. И просто это отслеживать, каждый раз, когда ты говоришь, я сама-сама, как в кино, помнишь, они там зашли сексом заниматься, вагончик по-быстрому, две минуты, «Вокзал для двоих» фильм, там Бурченко была, и кто там с ней, помнишь, нет? Нет, они там, ну, она буфетчица и работала, да. Я помню, Никита Михалков там играет. Вот, Никита Михалков, и они в поздниках. Он проводник, он говорит, ой, быстрее, у меня тут пять минут остановка, давай быстренько в вагон зайдем. И это, ну, он ей говорит, ну, я раздеваюсь, а ты тоже сама-сама-сама-сама. То есть он её привёл, быстренько она там разделась, он её там тра-та-та две минуты, и всё, и побежал, да, и она потом себя чувствует как-то, ну, так себе. Ну, ты ж не хочешь, как она, сама-сама-сама-сама. Хочешь, чтобы красиво всё было, правильно? Ну, да. Ну, вот тогда вот, я раньше прям писала, наверное, целый год про стальные яйца, у меня тоже были. Почему я знаю? Потому что у меня всё тоже было. Ну, смотри, если, я всегда говорю, будьте жадными для себя. Важно быть жадной для себя, это значит всё хотеть. Но женщина же всё достигает через «хочу» и с позиции девочки как раз. И девочки дарят всё. И вот я тоже в вчерашнем этом видео записала, что инструкция о применении к мужчине не манипуляция, это как делать мужчину сильным. Это у него обязательно просить что-то, когда он тебе это даёт благодарить. И третье – телесный контакт. Телесный контакт – это не секс, это обнять, поцеловать. Ты этим мужчину усиливаешь. Вот здесь женщина есть, да, Ирина Назарова. Она раньше вот всё сама-сама-сама. Как мне за это надо заплатить? Да-та-та-та-та-та. А сейчас была на сопровождении и ничего попросила у мужа. Сказал, он ей кроссовки New Balance за 22 тысячи купил. И не сама, а всё сама хотела. Сама-сама-сама-сама. И айфон он ей купил последний. Тоже она могла бы и сама. Она хотела сама. А муж говорит, давай я куплю. Она его усилила, да. Она его усилила. Она его попросила. Она даже не просила, он сам отреагировал. А у неё привычка была, и она меняется. Постепенно меняется. Она уже отказывается, да. Это живёт в семье. У них двое детей. И она всё время всё хочет сама-сама-сама. Хотела. Сейчас уже нет. Сейчас уже кайфует. Я говорю, ну и всё. Муж тебе может всё купить. Не обязательно самой всё покупать. Когда-то давно, когда я хотела дом на берегу океана, я писала, да, в Испании, дом на берегу океана, откуда мы полетим скоро уже в следующем месяце, с мужем и с ребёнком, я не писала купить. Я писала хочу. Или просто вот дом, да, но я не писала купить. А спустя какое-то время появился муж, и он купил этот дом на берегу океана в Испании. Но я не сама. Я могу, конечно, и сама стать раком и херачить, да, потому что я трудоголик ещё тот. Вот, Ирина, у меня сегодня с 7 утра было, завтра ко мне тоже женщина придёт с 7 утра и закончится вечером. Мне сейчас за 2 минуты до эфира звонят. Я говорю, мне сейчас неудобно говорить и даже думать. А когда вы сегодня освободитесь? Во сколько? Я говорю, не знаю, в 10 или в 11, я не помню. А завтра? Я говорю, я не знаю, напишите в WhatsApp. Я не знаю. Потому что день всегда расписан. Так вот, и даже пусть трудоголик, я для себя оставляю взять на время и прочее, но важно понимать, что мужчина – это тоже источник дохода. И если выбирать, как это, курица или рыба, да, выбирать и курицу, и рыбу, да, деньги или мужчина, но смотри, есть же колесо баланса. Да, да. Даже если кучу-кучу разных там всего не разбирать, даже если. Если у тебя с деньгами всё хорошо, с отношениями, да, с мужчиной, отношения в семье, с подругами, с родственниками, здоровье, духовный рост, колёсико, да, такое кругленькое, оно покатилось, и всё хорошо. Но если у тебя с мужчинами хорошо, с деньгами не очень, или наоборот, с деньгами хорошо, с мужчинами не очень, то как-то так себе колесо не будет крутиться, не будет вот этого баланса, не будет оно крутиться. А будет крутиться, когда все сферы прокачаны, и когда они запущены. Вот тогда, да, колесо покатилось, и ты счастлива, и рада. Я даже, знаешь, вот недавно тоже у меня мужчина говорит, дай мне твой номер телефона, я говорю, ой, мне сейчас не до этого, а я сейчас в академию учу, когда я только... Мне вообще сейчас некогда заниматься знакомствами, вот это вот. Ходить на... В путни лет 60-70. Да, ходить там на свидания, вот вообще мне совершенно некогда, поэтому вот я даже поймала себя на мысли, что, блин, а когда вот у меня вот некогда ж мне вообще этим заниматься, то есть у меня свои дела. У меня подружки есть, с которыми можно же пойти погулять, понимаешь? Везде потусить. У меня знакомых много, с кем там можно встретиться, поговорить. Когда вот это вообще в график никак не попадает. Хотя, ты знаешь, когда мы были у Чермена, и мы писали, что вы любите делать больше всего, да, вот список желаний, радости, я поняла, что в последнее время у меня в мой список входит, что я ничего не хочу делать, я просто хочу кайфовать и наслаждаться жизнью. Я такая думала, блин, а как же это монетизировать, если я не хочу работать? Пожалуйста. А почему ты не можешь кайфовать и наслаждаться жизнью с мужчиной? То есть у тебя установки, наверное, что мужчина – это сложно, да? Мужчина – это проблемы, это выяснили отношения, это какая-то жесть. Да, и всё вокруг мне это подтверждает, понимаешь? Вот у меня есть в голове, что все мужья гуляют. И вот мне все подтверждения приходят, что да, ты права, или что семейная жизнь – это трудно, ты уже не встанешь и будешь заниматься своими практиками и своими делами, тебе нужно заботиться ещё о мужчине. А у меня ещё и дети. Вот когда я буду заботиться о своих детях, когда мне нужно заботиться ещё о ком-то? Ну, слушай, твоя жизнь, она ровно такая, как ты её сама выстраиваешь, понимаешь? Вот с Ириной Назаровой, которая тут на эфире, да, сегодня даже, ну, я не спорю, но она там очень утром возмущалась, что ей некогда там что-то делать, дети виноваты, внимание, ещё что-то, все виноваты, да. И сейчас она включит микрофон, камеру и начнёт меня материть, наверное, да. Но так же было, я ж тут не придумываю. Она тут громко возмущалась, я ей дала время повозмущаться, а потом говорю, ну, ты, всё у тебя сложно. Вот у многих программа сложная, важно с этой программой работать, что всё сложно. А самая корневая аффирмация – это всё просто, всё легко и просто, только люди сами всё усложняют. Хочешь читать книгу сыну, читай и кайфуй при этом. Не хочешь – кайфуй. Я говорю, у меня сын сейчас идёт в девятый класс, я с ним уроки не делала, я не знаю, как зайти в этот школьный портал, какие там пароли, где вообще это всё искать, я не знаю. Я не знаю. Почему? Я не хочу делать с ним уроки. Вот я не хочу с ним делать уроки. Я готовить не хочу. Кто готовит у нас? Муж готовит. Муж готовит. Ну, я иногда салатик сделаю, да, пять минут у меня салатик занял вчера сделать. А готовит муж, продукты покупает муж, он выбирает, он меню разрабатывает. Он пошёл, купил морепродукты, одно, другое, третье, там, приготовил, макароны выбрал вкусные, да, такие длинные, сделал пасту, вкус. Вот. И скажи, пожалуйста, вино будем белое, к этому будем. Хорошо, пожалуйста. То есть, понимаешь, всё просто. Если ты думаешь, что мужчина будет усложнять твою жизнь, да, появится такой и будет. Каждый по вере твоей тебе воздастся. Кто во что верит, тот, тот и получает. Что излучаем, тот и получаем. Я замуж уходила, мне было сложно. А для того, чтобы мне было легко и кайфово, я люблю путешествовать, мы с мужем объездили практически весь мир. Мало осталось стран, где я не была, и которые я хочу посетить, хочу. Хочу. Я без него сейчас езжу. И женщина сегодня говорит, а когда вы едете в Узбекистан? А я в субботу улетаю вечером. Я говорю, вы это кто? Ну, вы и муж. Говорю, а почему здесь муж? Я одна еду с подругой на свадьбу к её сыну. В чём тут муж? На Шри-Ланку я ездила одна ретрит проводить. Ну, я вроде сына как-то хотела. А мужу говорю, ну, если купишь ему билет и дашь денег, я его, возможно, возьму. Ну, лучше бы без него. И поехала одна. А летела со Шри-Ланки обратно, это было октябрь. А мне звонит Анастасия Рудачевна, мастер по крипте, да, она обучает и прочее. Полетели в Дубае в декабре, слёт криптоинвесторов, там та-та-та-та-та-та. Там тоже про мужа не было никакого ничего. Я говорю, ну, подожди, я сейчас думать не могу, у меня уже в салон самолёта сажусь, уже всё. Ну, полетела на день рождения сына, сына 5 декабря, день рождения. Ну, у сына же папа есть. Мне, говорю, премию «Мама года» можно давать. Я полетела, но никому хуже не стало. Если счастлива я, рада, а женщина – это душа семьи. То всем хорошо со мной, потому что мне хорошо с собой. Если женщина вся такая заколёбанная, недовольная, злюка-козлюка, вся себе такая сидит, то у кому от этого хорошо? У моего сына тоже 1 декабря день рождения, и у меня была конференция в Дубае по моей работе. Я ещё удаляю татуаж, и меня пригласили выступать. Я три месяца давала ответ, поеду я или нет. Вот. А потом, когда поехала, я откупалась, просто не представляешь, как, что я вот ни на его день рождения не была. Мама, чувство вины, да? Да, да, я ему купила компьютер. То есть, всё, что я там заработала, я купила ему компьютер дорогой, то есть, как бы, сделала день рождения по приезду. Ещё у меня было тоже, я мечтала на Новый год полететь в Дубай с детьми, то есть. И я прилетаю, хорошая гостиница, всё, Новый год, мы отмечаем, а я сижу, а мне так грустно. Я такая, думаю, блин, ну, сука, ты же уже приехала туда, куда ты хотела, почему ты опять недовольна, почему ты опять грустная сидишь. Ну, радуйся. Ну, нет, даже это не порадовало. Но тогда я не замечала, что же, вот почему же меня это не радует. Ты же достигла того, что ты хотела, да? Ты свои желания получила. Теперь уже вот я потихонечку начинаю понимать, что, то есть, знаешь как, ещё сам ты сейчас сказала, вот мне прям резонировало, что свобода для меня, вот сейчас вот появится мужчина, и всё, моя свобода. Я уже не смогу ездить на ретриты какие-то, у нас же Кавказ, понимаешь, и вот это, когда я говорю ретриты, у всех просто начинает клинить от моих ретритов, у всех понимание, что там непонятно, чем мы занимаемся. И вот, да, свобода, это тоже такая галочка, что я лишусь своей свободы и буду делать всё, что я хочу. Ну, хорошо, я в прошлом году была в Осетии на ретрите у Чермена, и там было два мужчины, один из них женатый. Женатый Марат, вот он депутат местный у вас, и он был на ретрите, вот, и был его брат, не помню сейчас, как его зовут, но тот не женатый. Вот, я ему там грязными словами, такая практика была последними, я обзывала и хлистала по щекам. Я ему говорила о гадости, у него же влаки ходили к кавказскому мужчине. Поэтому мужчины бывают разные. Конечно, по вере твоей тебе воздастся, если ты веришь, работай со своими программами, с ограниченными установками и убеждениями. Жизнь такая, какую ты хочешь, понимаешь? Когда я разобралась с собой, со своими установками, у меня бизнес пошёл вверх, я была директором в канадской компании, потом бизнес-центре Москвы открыла, будучи не москвичей, а те же. И достойные мужчины попадались, а до этого попадались жадные ещё какие-то ещё. И важно было мне с самой собой разобраться. Когда мы с мужем познакомились, он меня сам возил, сейчас это называется ретрит, раньше это назывались, ну там семинары, да, там ещё что-то. Он меня сам возил по Москве, приезжал основатель Института бессенсорной психологии, он меня к нему возил, там утром привозил, вечером забирал, там два дня у нас были занятия. Ничего, возил. И смотри, за отношения всегда несёт ответственность женщина. Мужчины не знают как. Мужчины, другая функция – это обеспечивать, это охранять, да, это вот, ну как-то так вот, да, за внешнее. Мужчина отвечает за внешнее, женщина отвечает за внутреннее. Так вот, и ты сама выстраиваешь отношения. Мой муж, он был до этого женат, у него был опыт, да, ну, говорить неудачный опыт – это неправильно, был обычный опыт хороший, да, он понимает, какие бывают женщины, почему меня Люпе ценит, и там, как бы, ну, ценит, ценит, да. И там я как-то 1 апреля пошутила как-то, говорю, всё, Устеменко, развожусь с тобой, ухожу от себя. Он просто, он мне писал и звонил, там, я думаю, я просто пошутила, да, 1 апреля, он там, ты что сейчас делаешь, как ты себя чувствуешь, он очень испугался, он боится, как бы, таких вещей, вот. И когда мы встретились, например, мой муж говорил, что, ой, я футбол не смотрю, рыбу не ловлю, то есть он похвастался, что он такой крутой, а я увидела другое, у меня есть мои хобби, мои увлечения, а у него нет. Ну, прошло какой-то, вот так вот раз, он охотник, у нас собака охотничья, да, он на охоту ездит, добывает, там, животных разных привозит, там, лося добыл, кабанчика добыл, то есть он довольный, он там и рыбу ловит, у него сейчас много увлечений, вот. Помимо того, что он вспомнил, что он любит ходить по лесам, по полям, грибы собирать, ягоды, вчера ты меня на прогулку вывел, пойдём, говорит, на прогулку витаминную, мы ходили, там, ели ягоды разные, землянику, чернику собирали, он мне и вдосики снимал, я там везде выкладывала, вот, то есть я езжу на ретриты, езжу, и к чермену езжу, и к чермену, а в Питер езжу, в Питер езжу, сейчас в Узбекистан полечу, ну, муж меня не ограничивает, и почему он меня должен ограничивать? Я же не маленький ребёнок, я взрослая, самостоятельная женщина, но это важная ещё тема и любви к себе, да, вот, ну, её хорошо проработать, что ты позволяешь всему, что в твою жизнь приходит, принимать, и говоришь всем возможностям, да, но что тебя не устраивает, ты всегда говоришь, нет, я это не хочу, я это не буду, мне надо быть хорошей, понимаешь, вот это вот опять, быть для всех хорошей играет очень дурную шутку, женщина знакомится с мужчиной, она хочет показаться ему такой крутой, классной, она говорит, сейчас тебе буду готовить, убирать, нет, посиди сейчас, я всё сама, 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 в какой-то момент проходит время, и говорит, какой-то козёл у меня или нет, они хрена не делают вообще, так он почему такой, почему он такой, потому что ты такая, потому что ты хотела быть хорошей, всё сама, ты его приучила, стань лентяйкой, ничего не делай, вот у молодых девчонок вообще получается очень хорошо, там они говорят, да, там девчонка знакомая, например, жила с мужчиной, я не готовлю, не хочу, они в фитнес-клуб ходят, там у них фитнес-завтраки, фитнес-обеды, мальчик с собачкой в рестораны, приходит женщина там, убирает, и она ничего не делает, она просто там на лошадях катается, фитнесом занимается, на работу ходит немножко, там удовольствие работает, всё, и всё, и её устраивает всё, и в голове нету, да, но я знаю её маму, как её мама всегда там, ты лучшая, ты достойна всего, она в неё это вложила, и девочка с этим пошла, понятно, что если нам мамы там не вложили, папы, ну и ладно, мы же можем сейчас это проработать, мы всё это можем прорабатывать. И когда, говорю, я пошла в Питерский институт биосенсорной психологии, всё лишнее себя вытряхнуло, да, у меня жизнь прям резко вверх, отношения, деньги, всё пошло вместе, вместе, я не выбирала и, или, да, выбрала и то, и другое, всё для себя лучшее, что я хочу. Это, знаешь, недавно, вот тоже сейчас я вспомнила, я познакомилась с мужчиной, и мы вышли с ним, мне надо было зайти там на день рождения пакет, купить там коробочку, и я вот захожу в магазин, я захожу первая в магазин, то есть как бы, и вот я покупаю, и я вот чувствую, что вот я хочу достать карточку и рассчитаться, так как я этого, ну как бы, я с ним не в отношениях, чтобы он рассчитывался, да, вот это вот, и вот я стою, и вот это такое, получается, минутное такое какое-то замешательство, как себя повести, то есть я уже по привычке хочу достать, да, и заплатить за себя. И он достает, и вот в какой магазин мы заходили, он достал, и я прям, и я чувствую, что мне некомфортно, я вот отслеживаю свое состояние, что мне некомфортно. Ну ты запомнила, что тебе теперь сегодняшнего дня нужно 10 раз за день просить всех, кого угодно, о чем угодно? Я запомнила. Я даже знаю, что сейчас вспомнила, как-то я случайно попала, я не помню, что там какая-то девчонка молодая психолог, со своим парнем каким-то, куда-то они поехали в какую-то страну или гулять отдыхать, я не помню даже, но вот как-то просто случайно попалась на глаза, я посмотрела, Анда Грёс, мы с ним договорились пойти попросить кофе на улице, я пойду просить и он, у кого быстрее получится, чтобы просто угостили кофе. Ну и получилось, там мужчина, угостите кофе, и она потом говорит, вот мужчина, который угостил кофе, благодарю, почему? Она говорит, да просто вот 200-300 рублей, ерунда какая. То есть вот, ну не обязательно прошанчить, хотя у тебя свои программы, что угодно, что угодно, чтобы это у тебя впиталось, вросло, но не забыть, ты можешь слиться по пути, да, ты сейчас день-два-три сделаешь, пиши в группе тогда, что, да. Сегодня попросила 10 раз, потому что вот Ирина Назарова, она и в клубе у меня, я давала такое задание давно, год назад, не помню когда, ну что-то начинали, но потом опять немножко слились, потому что старые, да, эти привычки, каждое шаблонное существо, и проще действовать шаблонами, потому что новые нервосвязи и прочее, они энергозатратные, почему привычки важно вырабатывать. Вот научись просить, тогда ты больше, у тебя и деньги будут, и мужчины будут. Просить и у мужчин, и женщин, или только у мужчин? У всех, ну хочешь, можно только у мужчин, если хочешь. Нет, не хочу. Ну может, у женщин. Начнём у всех сначала. Детям и просишь, купи мне кофе, кофе хочу. Есть у тебя деньги, но это я шучу, конечно. Берёшь и просишь, хотя бы 10 раз, я не говорю 20-50. Да. Написать, позвонить на улице ещё где-то ещё. И с этого дня ты принимаешь все предложения от мужчин, которые, ну не обязательно всё, что они тебе скажут. Телефон, да, ты даёшь телефон и смотришь. Ты понимаешь, вот ты сама себя огранишь, как и многие. Я тут, ну не всех знаю, да, как и многие. Люди почему-то выбирают или-или. Хочу всё. Повторяю каждый день как аффирмацию. Я хочу всё, я принимаю всё, все блага этого мира. Я достойна всего. Я не хочу выбирать, я хочу брать всё. Я этого достойна. Это, знаешь, буквально тоже недавно отследила, у меня есть подружка. Вот где бы она ни была, она всем даёт телефон. Я говорю, слушай, а зачем ты даёшь, у тебя есть мужчина, да, с кем ты общаешься, да. Она говорит, ну пусть будет. И я говорю, а когда ты успеваешь со всеми переписываться, там, ну, когда, говорю, это столько времени занимает. И я говорю, господи, вот она каждый раз приезжает, она собирала номеров, и все у неё прям в бак, как будто базу какую-то собирает. Я говорю, тебе вообще-то зачем, говорю. А, и ты такая говоришь, ну, сейчас, что, ну, типа, ну, если телефон... И я такая думаю, ну, зачем я буду телефон давать? Я же сейчас не собираюсь в отношения ни в какие вступать. Зачем мне вообще телефон давать? На это же время будет уходить. Задание тогда выполнить не смогу вовремя. Какое задание? Знаешь, сколько я сейчас одноминентно выполняю заданий? Ты просто представить не можешь. А мне ещё предлагают. Это всё отмазки, от корячь. Ну, да. И отношения на миллион. Ой, отношения, что это? Моратор на миллион. А потом я пошла ещё денежную тему, да, хочу сдвинуть. Да, всё хорошо, но у меня какие-то затыки. У меня тоже программа, что и так всё хорошо, всё хватает, да. И надо ещё покопаться, да. Как-то вот, ну, да, вот хватает вроде, да, там могу всё, что хочу себе позволить. Надо больше хотеть, я всё понимаю. Но важно, чтобы у каждого наставника был наставник, да. Да, и поэтому я сейчас пошла ещё. А мне ещё сейчас, Алёна Комина предложила, а хочешь пойти, как не достигать, чтобы сбывались мечты через тех, какой у неё. У меня там по особой цене, но я могу по цене, это как бы меня меньше всего волнует. Но я думаю, а я ещё и в Узбекистан. Вот. Не знаю, как это всё. С другой стороны, есть такое правило. Нет времени, иди на работу. Нет ещё времени, иди на работу. Ещё нет времени, иди на работу. На третью, пятую, десятую бери. Самоорганизация должна быть. Пока ты не самоорганизуешься, у тебя не будет. И в твоей жизни никогда не будет времени, если у тебя для него не будет времени и места. Выпьёшь время и место, хотя бы час в день, что ты там будешь общаться, полчаса в день. Кофе попьёшь. Как мужчина может прорваться к тебе, если ты сама-сама-сама, если у тебя на него нет времени? Ну да, на море поехать. Мы с подружками поедем на море. Я встречалась с мужчиной. Я говорю, ты едешь на море? Он говорит, нет. Я говорю, ну окей, тогда я еду с подружками. Но ты же сама хотела с подружками. Да, да, в принципе, да. Ну вот. А если бы ты хотела бы с мужчиной, то мужчина сказала бы, а он же тоже. Да, я потом это уже поняла, что я, в принципе, и хотела с подружками ехать. Ну так и что тогда ты выбираешь? Мужчину или женщину? Или день? Мужчину, женщину или день? Да, ты вот видишь, прям не просто так говоришь, потому что у меня много подруг, они младше меня, по 35, и они все не замужем. Причем я скинула им всем твою книгу и сказала… Ну, все мне говорят, что они хотят выйти замуж, страдают от этого. И я скинула твою книгу, говорю, девочки, почитайте. Говорю, я прочитала, говорю, ну мне понравилось, возьмите себе. Короче, из пяти девочек одна только прочитала, и то там не до конца, остальные даже её не открыли. Я говорю, и кто из вас хочет замуж? Я её прочитала, говорю, а вы даже её не открыли. Вот ты скажешь, что я ещё одну книгу, как купить богатого мужчину. Да. И просто замуж. А они уже все в 30+. А чем старше, мы знаем, что сложнее, сложнее, сложнее. Это уже была женщина, 44 года на сопровождении. Я год её посопровождала, потом говорю, даже не помню, как её зовут, говорю, до свидания. Всё, у них уже не слышалось. Ну, у меня не то, что, да, там, я там поправляюсь, сиди ко мне на сопровождении. Я всегда выбираю, чтобы я всех беру. Вот, чем старше они будут, да, и потом они, может, ко мне, может, не ко мне, кому-то придут. И тоже так вот, возможно, посмотрят, посмотрят психолог и скажут. Ну, да. Липидо. Песня такая есть. Adios, липидо. Я, знаешь, ещё тоже, ну, когда-то, конечно, знакомлюсь с каким-то, и возраст спрашиваю у мужчины. Я же всегда сразу говорю, что вот, вот, какой у меня возраст. Я спрашиваю там, ну, там, 10 лет разницы. Я говорю, ой, всё, о чём с тобой можно разговаривать, 10 лет разницы у нас с тобой. И тут мне одна клиентка приходит рассказывать, что она там вышла в 45 лет, там, не знаю, на 10 лет он её младше. Там, другая вышла в 50-м, и ты такая сижу, блин, а что я, значит, неправильно всё думала? Что-то я думала неправильно. Маин, все, когда идут замуж, да, думают, что это навсегда. Этот брак может продлиться год, может, три года, может, пять, может, пятьдесят, кто не знает. Так живи сегодня, что ты охлаждайся. Ты понимаешь, теряешь возможность. Крутого мужчину теряешь. Это как анекдот, знаешь, из-за двух копеек чуть такую прекрасную женщину не потерял, знаешь? Муж из командировки возвращается чуть раньше, решил жену порадовать, такой, звонить не буду, будет сюрприз. И приезжает раньше, заходит потихоньку домой, а жена там с любовником. И он, ай-яй-яй-яй-яй-яй, потихоньку выходит, едет на вокзал, берёт две копейки, звонит, говорит, дорогая, я приехал, через час буду. Приезжаю, красавица, всё накрыто, готово, кормит, поет, хохочет и счастливая, целует. Говорит, какой же я дурак. За двух копеек чуть такую прекрасную женщину не потерял. Вот. В общем, после анекдота что-то у меня это сбилось в голове. О чём мы говорили? Мы говорили о том, что сама себе я эти установки сделала. Да, ты знаешь, у меня есть одна подруга, хорошая, красивая, успешная, там, тара-та-та-та-та-та-та-та. Ну, богатая достаточно женщина. Так вот, у неё первый раз была мечта просто выйти замуж, вот просто. И она вышла замуж, что-то там два-три года промучились, расстались. Потом что-то мы с ней там докрутили, подкрутили, и она встретила своего мужа настоящего, а он на 8 лет её младше. Вот. И она не москвичка, но она просто раньше его приехала, и она целеустремлённая. А он позже приехал, и он, ну, просто надо было накушаться, он нормально зарабатывал и зарабатывает. Но он там дорогая обувь, дорогая бытовая техника, что-то вот такое. Они почти сразу стали жить вместе в её квартире, и она такого возрастила себе мужа. У них уже несколько квартир в центре, у них там много квартир. Она ему там объездила с ним весь мир уже. Ну, не весь мир, она больше, ну, несколько стран уже смотрел. Даже они хотели когда-то уехать в Австралию и жить, но потом что-то там перехотели. Хотя очень серьёзно хотели. У них две дочки. Я крёстная мама старки в дочери. Она крёстная мама нашего сына. Вот. И на 8 лет младше выглядят они плюс-минус одинаково. Ну, уже старшие дочки уже там сколько, лет 10. И они уже, ну, 10 лет как минимум вместе женаты. Вот. И живут, и счастливы. Могли бы они разбежаться? Да могли. Но разводятся и другие пары через год, и через три, и через пять. Ну, даже 10 лет они живут счастливо, всё хорошо, да. Но они и дальше, у них всё в порядке, и они не собираются разбегаться. Хотя бывают разные ситуации, конечно же, в жизни. Вот. Какая разница? Понимаешь, будет, это же обмен энергии, тот же секс даже. Будет у тебя более молодой мужчина, и ты обязанно будешь... Ты знаешь, что выглядеть классно? Просто такая статистика, не статистика, когда более взрослый мужчина, там, на 10 лет, женщина чаще всего скатывается в его состояние, и на 99% выглядит старше. Вот. Обрати внимание, наверняка. Да, да я обращала внимание. А когда муж моложе, это обмен энергии, всё равно происходит перемешивание, ты обязана выглядеть хорошо, да, классно, поддерживать себя. Вот. У меня муж всего на два года, у меня младше, ну, как бы, ну, младше, но не старше. Поэтому тоже это ограничение в голове, что на 10 лет младше, и всё, ну и что? Ну и что? Я знаю много таких историй. Даже когда люди расстаются, но всё равно у них были вот эти 2-3, там, 5 лет. Крутых лет. И люди с благодарностью расстаются. Не надо думать, а что со мной будет в 50? А что со мной будет в 60? Мне будет 60, а ему 50, он ещё будет... Да тебе сейчас 45, ну и живи свои 45, и кайфуй. Да. А ещё же у нас маленький город, а ещё же это Кавказ, а ещё же это... А ещё же то... Ну и что, ты можешь переехать и ехать... Да, и надумывая столько себе в голове проблем, знаешь, вот, в принципе... Ну, это я реально понимаю, что я бы давно могла создать себе отношения комфортные, любящие, и жить вот как мне по кайфу. Ну так и создавай, людям пофигу на тебя. Это ты думаешь... Да, я это понимаю. Ты по городу сейчас пойдёшь голая, там, ну, неделю поговорят, забудут, понимаешь, всем пофигу. Каждый думает не о тебе, а о себе. Все думают только о себе. На тебя им наплевать, и на меня им наплевать. Ну да, да, я это уже понимаю. Про меня всегда говорили, да мне пофигу, понимаешь. Но у тебя будут деньги, пока тебе не пофигу на чужое мнение, опять ещё к установкам перешли, у тебя не будет денег, пока тебе не пофигу на чужое мнение. Но когда тебе будет абсолютно здорово, вот тогда... Развивающий дискомфорт выходить за рамки вот этих шаблонов, да, вот этих установок. Тогда у тебя муж на 20 лет младше тебя, который зарабатывает хорошо, да, и с которым вы путешествуете по всему миру, в этот городок и не приезжаете вообще никогда. Ну вот я вот благодаря тому, что всё-таки я позволила себе пойти к Чермену на курс, познакомиться с тобой и с другими участниками нашей Академии. Идеально вот всё меняется, я прям наблюдаю. Ты знаешь, у меня очень давно была идея, я хотела купить дачу и проводить лето с детьми на даче, поставить бассейн, но постоянно на это не хватало денег, да, и как бы думаю, ну ладно, на следующий год, ну ладно, на следующий. И в этом году вот я приехала с ретрита, я стала смотреть объявления, и там смотрю миллион двести. И я понимаю, что сейчас для меня вот в моём сознании миллион двести, это не так, ну не миллион за двести, то есть вот, ну вот как бы, я такая думаю, офигеть, вот надо же так, то есть в твоём сознании меняется, блин, ну что-то даже ты его в рассрочку берёшь, там ты платишь эти там десять-двадцать тысяч в месяц, и всё. Вот буквально вот за два месяца поменялось вот в голове, что это небольшая сумма. Ну, значит, в голове произошло расширение, ёмкость увеличилась. Да, да. Смотри, мы уже ближе к концу подходим, давай, что ты с собой берёшь, делаем выводы, и потом ещё минутку, кто захочет. Что я с собой беру, я повыполняю практику десять раз в день. Кого-нибудь просить о чём-нибудь, даже если мне это не надо, я буду просить. И пишешь всё? Да, надо завести блокнотик, чтобы это всё записывать. Я пересмотрю, скажем так, своё поведение, да, по поводу того, чтобы знакомиться. Ты знаешь, я ещё поняла, что вот когда я была на ретрите у Чермина, что у меня есть определённый шаблон мужчины, да, допустим, и вот я вхожу только вот в этот шаблон. То есть там же много у нас мужчин было, я же удивилась, я никогда не ожидала, что столько мужчин будет, я не готова была к их встрече, стольких многих. То есть у меня есть определённый шаблон, да, и вот только я вхожу вот в этот шаблон, то есть других я уже не рассматриваю. И вот на ретрите я прям поняла, что почему я смотрю только на один шаблон. Может быть, этот, который не входит в мой шаблон, да, может быть, это и есть тот мужчина, который мне нужен. Так самое интересное, что важно принять многовариантность. Когда ты принимаешь многовариантность, тогда тебе попадётся всё самое лучшее только для тебя. Но важно понять вот эту многовариантность, что действительно, когда вот один и всё, да, ты упёрлась, а что мир и антену. Да, и если я с одним общаюсь, то всё, я уже на других, у меня вот всё, уже залипание идёт на одно, то есть я уже ни на что не смотрю, и не надо меня угощать, и не надо меня это не подходить, и не надо меня, говорит, трогать вообще. А потом получается, что ты всё перекидываешь на этот объект свой, да, то есть залипание. Ты уже начинаешь просто вот когтями вцепляться и начинать вот его прессовать просто полностью. Ну и мужчина же это чувствует, он сразу отстраняется. И вот как раз мы сегодня в группе переписывались, и вот я реально поняла, что чем ты спокойно относишься к мужчине, да, который рядом с тобой, чем ты не пытаешься ему угодить, то есть ты делаешь вот как тебе... Ну, в общем, грубо говоря, чем ты стервее, тем лучше отношения. Потому что ты тогда выбираешь себя, ты не стараешься кому-то угодить, служить эту любовь. То, о чём... Да, да. ...эфирование вот этого эфира проговаривали. Да, да, и это вот реально мне вот последние дни всё вот транслирует, именно вот эта тема, да, и я понимаю, что чем вот я выбрала, да, я сегодня выхожу куда-то или не выхожу, мне по кайфу или нет, всё, и тебе там бесконечно названивают, ну ты выйдешь, ну ты выйдешь, ну ты выйдешь, ну ты выйдешь, знаешь, а так, то есть, ну ты сидишь и думаешь, почему ты такая хорошая, такая, пытаешься угодить всем, такая добрая, и вот такое к тебе свинское отношение. А потому что, как я говорю, коврик при двери, он нужен, но никто его не ценит, он просто удобный, или ёрш для очистки унитаза. Да, да. Он всем нужный, да, но его можно заменить, он же неценный абсолютно, это просто нужная вещь и всё. А только когда ты ценишь и любишь себя, тогда к тебе другие прислушиваются. Да. И именно позволение по отношению к себе, вот ты позволяешь, чтобы вот так, вот так, то есть, насколько ты там допускаешь, нейтрально, нет или да, да, вот я прямо отследила. И если ты себя не предаёшь, исследуешь этому, и не уступаешь, ну ладно, я вот сейчас вот посмотрю, вот может быть как-то по-другому будет, вот не будет, вот я уже заметила это, именно так вот в твоей голове и сесть, я хочу вот, чтобы по отношению ко мне было так-то, так-то, так. Мне так комфортно, а по-другому мне некомфортно. Да, хорошо. Да, я благодарю тебя. Скончила? Так, кто у нас присутствует на эфире, кто может и хочет, подключайтесь с камерами или просто микрофонами, проговорите, что бы вы, может быть, рекомендовали ещё Марине, да, со своей стороны, или что вам откликнулось, что вы берёте для себя, или какое, может быть, открытие будет. Благодарю. Добрый день, Елена. Меня зовут Наталья. Примерно аналогичная ситуация у меня, очень созвучно с Мариной, тоже мама двух дочек тогда, тоже в разводе. И, конечно же, заточена и была и не сегодняшний день, наверное, в какой-то степени на воспитании детей. И вопрос неоднократно ко мне-то только вступал, какое время тебе должны быть у мужчины, если тебе всё распичано, и свободного времени практически нет. Ну, конечно же, только могу сказать, что высвободить это время, да, отпустить контрольные функции детей, и вот высвободить время. И, конечно же, никому, наверное, тоже у меня такие же тараканы, что «а что скажут?», «а как дети примут?». То есть, а если что скажут, то действительно, никому не интересно один-два дня, и что я не забуду, с кем видели, с кем общались. Но, видимо, эти вот заложенные установки с детства, они же сложно убрать и проработать. И мне отозвалась, вы говорили о книге какой-то, которую вы направляли, если можно, я бы тоже её почитала, эту книгу, о которой вы сегодня говорили по поводу прочтения. Вот, а так, красивая молодая Марина, поэтому всё получится выполнять. И вот даже для себя взяла, наоборот, 10 раз попросить, тоже никогда ничего не просить, то сами, то сама, я детей воспитываю сама, и даже у бывшего мужа не попрошу помощи. То есть, ну, сами себе придумали, сами и варимся в этом. Всё понимаем, как только поменять, это всё. Благодарю. Тоже задание, 10 раз в день просить кого угодно, более мужа, пусть и бывшего, вот, кого угодно просить, а дети какого возраста, маленькие? Дети 11-14 лет. Пока они были совсем маленькие, я понимала, как они примут другого мужчину. Потом, когда они стали уже подождать, они уже мне сами стали говорить, мама, когда ты выйдешь замуж, мама, мы хотим, чтобы у нас был другой папа. То есть, они мне об этом уже, наверное, года три говорят, а я всё же не так, ничего, и уже, по-моему, даже не сможет уже никто на меня. То есть, я не знаю, о чём это, но вот есть такое. Если ещё Марина говорит о том, что она встречается с мужчинами, общается, у меня и этого даже нет. Я работа, дом, дети. Очень здорово, что вы пришли на эфир. Я думаю, что он для вас был очень полезным и интересным. На самом деле, например, я сейчас вот вспомнила историю, женщины, которая развелась с мужем, с тремя детьми, и дочке средней было лет 9 или 10, и она уже сама говорит, мама, давай найдём другого папу. Это тоже отработанный материал, ну как-то, ну пусть некрасиво, ну то есть, давай какого-то успешного там найдём, там тра-та-та. То есть, дети всегда важно понимать, воспринимают ситуацию такой, какая она есть. Это мы придумываем, что они могут, а дети всегда воспринимают, как я. Моя история, я со своим вторым мужем, это второй мой муж, в 32 года я вышла за него замуж, поэтому книга у меня, вы мне напишите в личку, да, я сброшу ссылку на эту книгу в электронном варианте. Да, красота, спасибо. Сыну было 14 лет, когда я познакомилась с мужем, и он сначала как бы это, а потом увидел, что муж ко мне так привязался, присосался, да, что это классно, да, там мы начали бегать по путешествиям, он со мной выезжал, да, там я проводила бег, и зарядку, гимнастику, и мы в баню ходили, да, там группой, вот, и сын начал бунтовать, протестовать, и я ему объясняла, говорю, тебе уже 14 лет, ещё немного ты уйдёшь, ты будешь жить с твоей семьёй. Когда мне начинать жить, вот достойный мужчина попался мне в моей жизни, да, если мне будет хорошо, значит, нам будет хорошо в семье, и тебе будет хорошо, и нам так интереснее и проще, да, и вообще как бы, ну, то есть, ты чего сейчас упорствуешь, то есть, ну, с детьми важно поговорить, ты же вырастешь сейчас и уйдёшь, и вот говорю какое-то время, а сейчас хорошо, работятся, и вот я дважды бабушка, да, например, мы заезжаем, ну, они хорошо, нормально общаются, хотя сын какое-то время долго вот вредничал, да, там, как-то так, но вот важно помнить всегда, что вы, каждое время, начально женщина, а потом уже мама, и даже не так, сначала женщина, да, если появляется мужчина, жена, и потом уже мама, но это не говорит, что стоит детей забыть, забить, и вообще нет, ну, не надо быть я ж мамой, важно быть женщиной, в первом месте женщиной, потом женой, а потом уже мамой, а когда вы пропускаете вот этот, ну, уже как бы вы себя уже не до конца женщиной воспринимаете, потому что когда есть мужчина, который дарит цветы, подарки, хочет заботиться, да, и принимает вашу любовь, вашу заботу, и отдаёт сто крат вам больше, вот тогда вы настоящая женщина, а не среди подружек, у меня такое платьишко, у меня такое, но когда появляется ещё мужчина, тогда вы, да, уже так, ну, и всё, и расцвели, благодарю, благодарю, Наталья, что поделились, есть кому что сказать, ко мне уже пришли, прям минутку, пока поднимаются, сын открыл, есть кому что сказать, или будем завершать, я считаю, что крутой эфир состоял, надеюсь, что много полезного, берите для себя, кому ещё нужна книга, скажите, я отправлю, единственное, чуть попозже, сегодня такой день, как и вчера, ну, я могу отправить, у меня она есть, хорошо, да, я могу, кому надо, напишите, я отправлю, и вот вторую хочу твою почитать, тоже, которую ты написала, потому что там очень много, что интересного можно взять, прям вот и анализировать. Вот смотрите, давайте тогда, я сейчас выложу вот запись вот этого эфира, Наталья, под записью эфира напишите, хочу книгу замуж 33 месяца, а Марина отправит, да? Да, да, конечно. А твоя новая книга тоже в чате, там же есть. А, книга есть, но я её не дописала, мне надо у Чермена Дзоти ещё взять, интервью взять у Жаны, вот этой нашей, да, который пока можно почитать, что есть. Пока есть, да, у Анны Дзоти, говорит, Дзоти я уже взяла интервью, ну вот дальше буду продолжать, вот, как-то так. Я благодарю тебя, Реанечка, я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Я уверена, что у нас у всех всё получится. Конечно, рядом со мной женщины находят своё счастье, становятся счастливыми, и меня это очень радует бесконечно. Когда-то стала счастливой сама в 30+, и помогают другим. Всё просто. Спасибо тебе большое. Благодарю, благодарю, благодарю. Благодарю, спасибо большое. Спасибо большое.